Всем большой приветик! Вы на канале Creative Heaven. У меня сегодня специальное включение. Мы будем сравнивать в ролике бумагу вот в этих раскрасках. Так как это разное издание, то бумага здесь, естественно, разная. Вот, это специально для Alex Nord. Сравню... Так, ладно, спалила иллюстрацию. Но я не буду прям полноценную иллюстрацию делать. Скорее всего, вот на этом листочке буду здесь пробовать. И не полностью сразу на весь фон, а по чуть-чуть. Вот, и здесь же тоже, тоже эту же часть. Как раз есть грибочки, их можно будет потом докрасить. Тоже же в этой части буду раскрашивать. Бумага здесь, допустим, это у нас гипс Смит издательства. Она здесь не такая гладкая, и она тут более рельефная. Вот, поэтому за этот счет, по мне, акварель тут работает лучше, и я это покажу на камеру. Вот, в этих раскрасках от издания, как оно у нас, шведское издание. Здесь нормальная тоже бумага, но она все-таки, мне кажется, тут больше впитывает. Потому что здесь она гладкая, менее пористая. И мне кажется, что она впитывает быстрее акварель. За счет чего получается... Ну, быстро нельзя работать, приходится... Пока работаешь долго, уже все высыхает, и эффекты не получаются. Но, опять же, это как опыт с одного раза, да. То есть, возможно, что я ошибаюсь, потому что, когда ты красишь самостоятельно, а потом еще где-то на камеру начинаешь с чем-то экспериментировать, то, к сожалению, получается совсем по-другому. Вот у меня был эксперимент в этой раскраске с таким фоном, с шампунькой, я показывала. Даже лучше стало при полном высыхании. Вообще, прям, не знаю, отличный какой-то результат. Также не протекала, за исключением на вот эти вот... Попадала у меня вода с краской на... Ой, на ниточке. Так, пока что сейчас... В общем, я раскрашиваю сейчас еще в Creative Heaven. Christmas, как я и говорила, взяла в планы. Здесь у меня была выполнена одна работа, и я решила, что пора уже в ноябре начинать другую делать работу. Вот. Ну, эта работа была первая. Это еще в декабре или в январе 2020-2021 года было выполнено. А сейчас я раскрашиваю вот эту. Очень медленно как-то идет. Что-то я это подустала, походу, от раскрашивания. Последние дни были очень активны. То есть, на начало ноября у меня уже много работ выполнено. Я их начала, конечно же, не прям с 1 ноября раскрашивать, чуть пораньше. Здесь же я еще потом покажу одну покупочку, очень интересную. Я заранее, опять же, приготовила мыльный раствор, ну, с шампунем точнее. Здесь у меня шампунь сейчас с повышенным pH. Будет интересно проверить. Кисти тоже приготовила разные, потому что вроде бы полная, плотная такая кисть, но иногда бывает какая-то вот билиберда. Кажется, что очень медленно раскрашивается. Так, лишнее все убираю. И как бы нам так сделать, чтобы еще книги в открытом виде нормально лежали, чтобы можно было сразу увидеть разницу в закрашивании фона. Вот, не знаю, нечем подцепить. Так, я нашла, чем подцепить. Есть у меня одна вот эта штучка, где-то была еще одна, но, к сожалению, куда-то я их все спрятала, куда непонятно. Так, нам полностью лист не нужен, поэтому можно будет чуть-чуть зацепить. Хотя лучше посередине, чтобы его сразу не начало вести. Так, достала я акварель сразу тоже. Это у меня здесь вангог. Мы попробуем обычную и попробуем сразу сумеречную акварель. Так, и как бы нам так сделать, чтобы было удобно. Ну, я думаю, что акварелька вам не интересна в данном случае. За кадром будет лежать. Также достала сразу выкраску, потому что по порядку я не помню, где у меня находится какой оттенок. Я думаю, что мы попробуем типа вот такой, ну, индиго, да, и, наверное, возьмем что-то из сумеречной. И сейчас еще тоже возьму магнит сразу и сразу покажу эффекты от магнита интересные. Ну, про эти эффекты все как бы знают. Это не какое-то там открытие новшества, да. Просто посмотрим сразу на камере, как это будет по яркости выглядеть. Ну, по мне, насколько я поняла, когда делаешь это... Сейчас скажите, я скажу. Когда магнит проводишь, она меняет цвет, становится яркой, такой, какая заявлена. Вот. Но мы, наверное, попробуем это сделать на этом оттенке, чтобы было все хорошо видно. Я немножко сейчас нервничаю, как обычно, да. Не могу я прям так нормально сделать все. Было бы хорошо, конечно, зацепить и вторую раскраску. Но тут у меня еще меньше зажимы. Надо купить, наверное, все-таки поштучно. В магазине у нас много. Этими я напрят ли смогу зажать. Хотя нет, в принципе, зажмется. Достает чуть-чуть. Чуть-чуть достает. Ну, думаю, что нам этого должно будет хватить. Так, кисточку. Давайте, наверное, все-таки вот эту кисть возьму. Так, а акварельку. Как я уже сказала, у нас будет индиго. Индиго, индиго, индиго. Все, индиго я нашла. Уже хорошо. Так, смачиваю кисть. Мы вроде бы в кадре. Немного будет еще моя рука велика. Ну, извиняйте. Это процесс раскрашивания. Тут никуда не деться. Сразу чуть-чуть намочим кюветку. Ждать я прям конкретно сильно не буду. Ну что, поехали. Давайте здесь просто на большое пространство буду наносить. Конечно, лист бумаги сразу начинает сжиматься. Ну вот, допустим, он еще остается влажненький. Но тоже впитывает тоже, кстати, быстренько. Но все-таки, мне кажется, подольше. Вот, допустим, мы оставили на пару секунд. Можно взять здесь еще и сразу нанести сюда. И посмотрим. Как раз-таки каждый определится сам для себя, кому все-таки какая бумага комфортнее будет. Потому что, ну, мне показалось то, что все-таки для меня комфортнее бумага в английских, в американском издании. Так, теперь берем маленькую кисть. И давайте попробуем с шампунькой сразу. Здесь вот уже подсохло. Ну, на американском издании. Но мы капнем. Даже чуть-чуть на подсохшее уже. Так, ну тут пока не впиталось, слушайте. Хотя вот в этой части уже впитывается. Ну и сразу буквально тоже давайте будем капать сюда. Заодно увидим разницу в эффектах. Ну, мне кажется, что здесь больше как будто у меня краски нанесено. Но могу ошибаться. Так, все, уже не капает. Да, что-то не то получилось, мне кажется. Можно попробовать, конечно, еще чуть-чуть цвета добавить. Вот, в этот рисунок. Чтобы было это более правдоподобно. Вот. Но все-таки мне кажется, что здесь сразу лучше получился результат. На американском издании. Ну, да что ты не хочешь капать. Поехали. Нет, все. Ну, я, по крайней мере, точно вижу для себя разницу. По мне, тут сразу какие интересные эффекты начали проявляться. И не пришлось долго ждать. Здесь вот что-то не то получилось. Ну, тут, возможно, еще больше воды в итоге вышло. Ну, давайте попробуем теперь с умиричной. Что нам подскажет с умиричной? Так, сумиричная желтая у меня третья по номеру. Я уже вижу. Ну, имею в виду по порядку. Это вот этот цвет. Мы его тоже тут где-нибудь сейчас рядом быстренько нанесем. И посмотрим на эффекты. Что нам даст желтый. И заодно сразу тогда уже с этим, с магнитиком поработаем. Дабы было видно, что происходит. Ну, мне кажется, вот все-таки я за американское издание. Оно здесь сразу есть какая-то разница. Так, давайте магнит. Магнитом можно просто, без разницы, в какую сторону, куда, как проводить. Главное, просто им поводить. И можно разными положениями. И сразу цвет, вот видите, краска начинает становиться ярче. Вот в переверненном виде он получился лучше. Начал работать. Тоже быстро подсох. Можно, кстати, давайте тоже на сумиричную попробуем капнуть вот эти вот шампунки. Шампунный раствор меняет тоже цвет, получается, сразу. Можно делать какие-то эффекты. Еще при этом приятно пахнет. Так, ну давайте теперь попробуем на... Как его... Скажите, я скажу. В шведском издании. Мне все-таки кажется, что шведское издание больше для карандашей. Но еще, конечно, проблема в том, что в шведском издании... Ну, вот сейчас то, что я раскрашиваю здесь, да, дело не в издании, а в том, что у меня уже была там раскрашена иллюстрация акварелью. И это могло привести к неким изменениям в структуре бумаги, да. Давайте здесь поводим. Тоже посмотрим, что из этого выйдет. Пожелтеет или не пожелтеет. Но еще, мне кажется, знаете, как будто акварели меньше. Слушайте, а впитывает, мне кажется, что здесь по-другому бумага. Странно, мне теперь кажется, что здесь дольше впитывает, а здесь быстрее. Но при этом удобнее работать, эффекты лучше получаются на бумаге с американским изданием. Гипсмит, которое... Не знаю уж, конечно. С чем это связано? Но эффекты я вижу здесь больше. Правда. Хоть, хоть, не знаю, хоть убейте меня. Я думаю, что вам в кадр это тоже должно быть видно. Надеюсь, там все попало, а то я аж такая могу и мимо немного. Ну, я даже больше не знаю, что еще здесь можно показать, поэкспериментировать. У меня поблизости максимум только белые ночи. Но я раскрашивала иллюстрацию белыми ночами, вы все видели. Вот, так что я думаю, Алекс, смотри, ответила на твой вопрос или нет, да, то есть подсказала или нет. По мне, все-таки акварелью удобнее работать в американском издании от Гипссмит. Но возможно, что сейчас бумага поменялась. Потому что, да, Саммер Найтс я купила в этом году, недавно, да, ее получила. Но я же не знаю, когда она была именно изготовлена, произведена. Тут везде написано 16-й, 16-й, больше я тут не вижу. То есть больше никаких дат по типу 20-го года или там 19-м, допустим, распечатанной, я не вижу. Поэтому не могу сказать. Вот, но у меня больше, конечно, все-таки, ну, вот эта бумага мне больше всего нравится. Ну, в общем, вот так вот получается. Делайте выводы сами. Кому какая удобнее, кому какая больше нравится. Да, тут уже, конечно, высохло на вот этой бумажке. Вот, но здесь еще влажно, но нет эффектов. Ну, вот вообще слабенькие просто эффекты, не знаю. Может быть, я просто что-то не так делаю. Всякое бывает. И это тоже может быть. Но все-таки я склоняюсь, ой, блин, потерла. Я склоняюсь все-таки больше к Америке. Вот. Ну, в общем, вот что получается в итоге. И, как вы видите, магнитом, когда проводишь, это не, ну, вот он становится прям желтым действительно. То есть есть разница в оттенке. Здесь вот даже, кстати, уже коричневатый стал. На этой бумаге, естественно, эффекты еще лучше были, когда я делала выкраску. Вот. Ну, в общем, вот такие вот пироги. Так. Ну, и я это все убираю. Пока, конечно, еще влажная бумага нельзя закрывать. У меня есть для вас, да, покупка, которую я хотела показать давно уже. И пока я все убираю со стола, не буду прерывать ролик, я расскажу историю своей покупки. Мне муж на годахщину заказал, точнее, ну, заказывала я, оплачивала он, так скажем. Вот. Вот, и получается, что, короче, я теперь имею два набора карандашей, потому что, когда мне вернули средства, я заказала, чтобы долго не ждать, так как хотелось побыстрее получить свой подарочек. Я заказала на другом сайте те же самые карандаши, но поменьше набор, и в итоге теперь у меня есть два. Пришлось свою копилку ограбить, потому что с меня сняли все деньги, потом, впоследствии, Амазон решил с меня все снять. Вот. И пришлось грабить свою копилку. Ну, и сейчас, конечно же, я вам покажу эти карандаши. Так. Мне теперь раскраску-то некуда деть, слушайте. Вот. Я ими раскрашиваю уже активно. Это у нас карандашики Пабло от фирмы Карандаш. Вот. 13 октября была у нас годовщина, и, как бы, подарок я заказывала это еще за две, за три недели до 13 октября, где-то в конце сентября делала заказ. Две недели Амазон обрабатывал мой заказ, потом Амазон вернул мне средства. Ну, я посчитала то, что все, раз вернули средства, значит, посылку я не дождусь. Ведь статусы не менялись, конечно, вот, из-за чего я плюс не могла им дописаться. То есть меня выкидывало. Я начинаю писать письмо, отправлять сообщение, и меня выкидывают, мол, ну, никак вообще, ни с компьютера, ни с телефона, никуда, короче. Я не могла на Амазон написать, ну, выяснить причину. Пришлось, короче, заказывать второй набор, и в итоге, да, теперь у меня есть поменьше, такое же, только поменьше. В общем, Пабло, о них очень мало сказано. Я ими сейчас достаточно активненько раскрашиваю. Вот у нас есть выкраска на эти карандаши. В данном случае, на данный момент, я просто в восторге от карандашиков. Есть свои незначительные минусы, это однозначно, но это те минусы, с которыми я прямо вот реально готова мириться. Ну, во-первых, Амазон доставил посылку по коцаной. Я очень долго, мне тяжело достались эти подарки, потому что мне пришлось побегать, пришлось поназванивать в службу доставки. Причем здесь доставка платная. На Культпенс, поменьше набора я покупала, там была бесплатная доставка, и они пришли быстрее. Вот. Так, здесь палитра очень интересная. Для меня такая достаточно, я бы сказала, даже в новинку, потому что вроде так смотришь все одинаково, да, но разница в том, что здесь кому-то будет не хватать каких-то оттенков, но меня палитра устроила полностью, за исключением портретных. Но здесь очень много таких красно-коричневых, коричневых, холодных даже, темные коричневые, кофейные оттенки. Мне это нравится, я люблю такие оттенки. Вот. Очень много, ну, по мне, так, фиолетовых в меру, синих в меру, зеленых в меру. Единственное, лишними я бы посчитала, наверное, это вот эти все лаймовые оттенки. Зачем их столько много нужно было пихать? Но, кстати, я ими тоже сейчас пользуюсь на данный момент, и они мне где-то пригождаются смешивать какие-то, ну, смешивать какие-то карандаши. Это очень даже удобно. Вот. Ну, короче, оттенки. У меня получаются даже натуральные, естественные зеленые. Недавно я показывала иллюстрацию, раскрашивала этими карандашами. Покажу ее еще раз, потому что, возможно, многие не видели эту работу. Это в Дивной Луне я раскрашивала такие вот орхидеи. И вот что получилось с этими карандашами. Я чуть-чуть приближу, дабы вам видеть, как они легли. Ну, на этой бумаге, конечно, они себя не самым лучшим образом вели, но я смогла ими, ну, совладать с этими карандашиками, и вот так вот достаточно естественно раскрасить, мне кажется, орхидеи. Вот. Меня все устроило. Эти карандаши, что мне нравятся, им не нужен блендер, они сами себя блендерят. А вот это прям огромнейший плюс, я считаю, для карандашей. Кстати, кто не видел видео, оставлю в подсказочках. Челлендж был у меня на днях. Многие, я смотрю, не посмотрели его. Обидненько. Там достаточно хорошая работа получилась. Хоть их и мало, но все-таки хоть что-то интересное есть. Вот. Тем более он не такой длинный, и можно спокойно посмотреть. Так, ну, поехали дальше. Покажу все в металлических лотках. Я не буду это убирать отсюда. Мне понравилось, что они здесь так лежат, и мне достаточно удобно доставать и раскрашивать ими, ну, вообще в целом. Вот уже подточила карандаш. Еще один у меня голубенький подточенный. И здесь... Тут я не помню, точила или нет. Нет, здесь я помню, один карандашик не подтачивала. Здесь просто списались. Мне безумно нравятся золото, бронза и серебро. Белый карандаш тоже достаточно неплохой, но у меня вопросы к черным карандашам. У меня уже, конечно, все выкрашено, потому что давно уже пытаюсь переснять ролик. Это вот все карандаши Пабло на черном фоне. Белый себя вел вообще шикарно. Он очень укрывистый, очень яркий, ну, насыщенный достаточно. Остальные оттенки, в принципе, тоже ими можно раскрашивать на белой бумаге, что меня не может не радовать. Вот так. И, ну, наверное, все-таки мы с вами немножечко будем смешивать сейчас. Я покажу все-таки. Так, ну, наверное, на какой-нибудь хорошей бумаге, потому что... И я считаю, что бумага имеет самое большое... Ну, не самое большое, но процентов 60 успеха зависит от бумаги. А может быть и больше даже. Это я вам свое непрофессиональное мнение, так скажем, говорю. Так, ну что ж, давайте сейчас я подложу еще что-нибудь, чтобы нам было комфортно смешивать, потому что стол рифленый такой, ну, вы сами понимаете, да? Так, давайте коричневенькие какие-нибудь покажу. Смешиваются. Карандаши хорошо, мне понравилось. Пигментация тоже хорошая. Сейчас, на данный момент, это мои фавориты. Вот смотрите, какая у них укрывистость. Мне кажется, даже лучше полихромусов. Я не утверждаю это, но мне нравится больше. И единственный минус, все-таки я могу точно сказать, мне все-таки в голубеньком, по-моему, попалось вкрапление, когда вот орхидея раскрашивала. Неприятный такой, конечно, осадочек остается, но пока что один только карандаш, поэтому возможно, что, ну вот, получилось. Так всякое бывает, да? То есть по одному карандашу сложно судить, но на данный момент раскрашивания я довольна полностью. Этими карандашами меня все устраивает. Ну и вот, наслаиваются они тоже достаточно хорошо. То есть 5-6 слоев они выдерживают. Мне кажется, что ничего не шлифует в этот момент. Можно еще дальше наслаивать. Вот, я вот уже, допустим, больше сделала здесь. Да, уже дальше ничего не меняется, но начинает уже сам себя карандаш блендерить. И за этот счет это очень хорошо. Это большой плюс для меня лично. Вот, ну и вот что получается. Есть блеск от этих карандашей, но они достаточно укрывистые. Из минусов еще один синий. Здесь есть 180-й. Он, ну не 180-й, какой-то там 100. Он, знаете, как себя ведет? Он немного как будто скатывается, что ли. Я сейчас это покажу. Только чисто на выкраске. А, вот 140-й. Он такой прям, я надеюсь, вам видно. Где тут? 140. Вот. Он такой немного, видите, отличается. Здесь укрывистость у всех лучше, а вот тут какой-то такой пельшивенький. Он и вправду как пластилин какой-то скатывается немного, что не может не огорчать, но не критично, в принципе, в целом. Так, светленький. Давайте оттеночки покажу. Еще такой вот голубенький. Очень интересный. Мне тоже понравился. Вот. Мне что нравится еще в этих карандашах, то, что их можно, ну, помимо того, что они наслаиваются, и блендер здесь, в принципе, не нужен. Хорошая укрывистость. Без блендера все получается. Так. Я забыла, что хотела сказать. Ну, вот что за, блин, закон подлости. Хочется красиво, хочется профессионально как-то рассказать, показать. И вроде бы я не боюсь камеру. Но не знаю я, в чем причина. Не получается у меня вот прям так вау, как многие блогеры красиво рассказывать. Ну, вот не умею я. Как бы ни старалась, все равно получается вот по-своему. Вот. Но по мне, мне кажется, интереснее все-таки простым языком, когда... Так. Ну, в общем, вот телесный один оттенок. В принципе, если без каких-либо прям супер там... Без супер натуральной кожи, да, раскрашивать, как я вот, допустим, чисто раскрашиваю, то вполне этих оттеночков должно хватить. Так, давайте покажу. А, мне красный понравился. Так, а красный у нас... Где красный? А, вот он красный. Мне понравился красный. Я не вижу у него вот этой розовинки. То есть он действительно красный. Кажется немного тускловатым. Но, опять же, наслаивая, вполне все хорошо получается. Смешивание у карандашей отличное. 3,8 грифель. Насколько я поняла, о карандашах очень мало сказано. Не написан состав карандашей. То есть что в состав входит, не знаю. Кроме как свинец, который с водой не взаимодействует. Это все, что я смогла прям вот подробно о них узнать. Но я читала многие отзывы. И что хочу сказать. Анастасии Колдаревой нравятся эти карандаши. Это, в принципе, тоже достаточно уже имеет значение. Вот. Ну, хотя ей с Алиэкспресса много чего нравится, что не нравится другим, да. Поэтому сложно судить. Еще парочка блогеров. Имен, к сожалению, не назову, потому что всех не запомнишь. Знаю, что в восторге от этих карандашей. И я полностью их, в принципе, поддерживаю. Для меня пока что это мои фавориты. Вот я в этом месяце, в ноябре, крашу ими без остановки. И, ну, сложно остановиться. Прямо залипаешь. Это действительно такое вот удовольствие. И прям антистресс получаешь, раскрашивая, даже наслаивая эти карандаши. Что я не люблю, я не усидчивая, я не люблю долго работать над одной работой, все время наслаивать. Но это мне приносит сейчас удовольствия больше, потому что вот, ну, мне комфортно этими карандашами работать. И я могу сказать, что, получается, я нашла свой вариант. Почему, да, я много раз говорила, почему у меня такая большая коллекция. Я ищу свои карандаши. И вот они. Я могу смело заявить, что это тот набор, который я ждала. И я ни капельки в нем не разочаровалась. Вот. С профессиональной точки зрения здесь никак ничего не смогу сказать, к сожалению. А хотелось бы. Но, увы, ах. Я вот не такой я человек, да. Так. Ну, давайте какие-нибудь подосиние, голубые. Не знаю. Возможно, вам тоже это интересно. Как я уже сказала, они смешиваются хорошо между собой. Получаются отличные оттенки. Вот. Я не смогу вам прям это все показать. Это все у меня получилось именно в иллюстрациях, раскрашивая. Вот. На бумаге здесь просто на выкраске у меня не получится так смешать, как я хотелось мне вам показать, допустим. Вот мы сейчас возьмем сразу голубой и желтый. Желтый возьмем вот этот. Здесь, кстати, да, шестигранный корпус. Написано название цвета на двух языках, номер цвета, светостойкость, я так понимаю, эти звездочки. Если я неправильно говорю, то поправьте меня. Ну, естественно, наименование карандаша. Очень мелкий шрифт за счет того, что это шестигранный карандаш. И здесь тяжеловато иногда рассмотреть, что написано. Вот. Приходится, ну, приходится искать, что надо. Либо смотреть, по какому порядку лежат. Так, ну, давайте. Я, наверное, полноценно, полностью просто смешаю сразу эти оттенки вот отсюда, и чтобы даже вообще не выходя за границы друг друга, чтобы вы видели, какое это смешивание у этих карандашей. Вот. Ну, и за счет наслаивания, конечно, это тоже должно все получаться. Они такие, знаете, не жесткие, не мягкие. Ой, ой, что-то среднее. Но, ну, мне нравится. Я даже не знаю просто, что еще можно сказать. Я реально в полном восторге от карандашей. Спасибо мужу, что он мне позволил. Ну, точнее, как, не позволила, что он купил. Точнее, дал денег на такой подарок. Вот. Заказываю это, естественно, я сама, потому что, ну, он вряд ли будет интересоваться этим вопросом. Это, как бы, мое хобби. Да, и, ну, как бы, зачем ему это нужно. Вот. Такие пироги. Так, ну, вот что получилось у нас со смешиванием оттенка зеленого. Он, конечно, такой немного странноватый получился. И я поднажимала все-таки на карандаш, поэтому чуть-чуть не то вышло. Но в целом, я говорю, я раскрашивала. То есть на иллюстрациях в раскрашивании достаточно хорошо раскрашивает. Вот. Ну, смешивается. Я не знаю, что еще сказать. При транспортировке мне... А, черный давайте. К сожалению, при транспортировке грифели немного здесь пооткалывались. Ну, ладно, в принципе. Куда деваться? Что ж, теперь здесь странные черные оттенки, что я хочу сказать. Они такие. Тут есть два оттенка черного. Это ivory, по-моему, black, да, 496. И вот тут вот есть просто black. Так. Просто black 009. Вот, смотрите, по одному слою. То есть этот такой более теплый, да, коричневый. Ой, черный. А вот этот вот такой сероватый, черный. Вот. Но ivory мне нравится больше. Он, мне кажется, глубже, чем вот этот вот черный. И это плохо на самом деле. Но черный здесь мне не очень нравится. Но, опять же, я вот волосы хочу попробовать этими карандашиками сделать в каком-нибудь из портретов. Надеюсь, что будет все отлично. Вот. Бумага имеет значение тоже, как я уже сказала, для этих карандашей. Потому что, ну вот, в дивной луне они менее хорошо наслаиваются. Вот. А в час заката, допустим, там более такая шершавая бумага, там лучше было. Так. Ну, в общем, вот эти два черных. Да. Вот этот, конечно, фаворит. Ivory black. Он намного симпатичней. Вот. Странно, конечно, что почему вот этот вот по-другому как-то рисует. Я не знаю. Больше, наверное, мне, в принципе, и нечего показать, рассказать про эти карандаши. Я довольна. Смешиваются хорошо. Все отлично. У них пигментация хорошая. Зря боялась. Мне казалось, я смотрела обзоры американских блогеров. Мне казалось, что там они какие-то бледные все. Но я не вижу здесь бледности. Все достаточно яркие оттенки. И все очень даже красиво легло на бумагу. Никаких вопросов нет. Вот. Надеюсь, вам было не так скучно и это все слушать. Но у меня еще была покупка небольшая. Это две обучающие книги. Я сейчас попробую вам их показать. Вот. Посмотрите. Там была одна очень достаточно такая громоздкая книжечка. И одна обычная, тоненькая. Вот. Я брала не такие, как все девочки. Покупали книги. Немного другие. Вот они две. Давно уже пришли. Мне на балберис забирала. Это вот типичные ошибки художников. Пока еще не приступала к чтению. Вот. Но здесь полезная как бы информация есть. Мы немного так пролистаем, да, потому что там толстая, большая книга. Там много нужно еще показать. Здесь вот так же ткань нарисована, как рисовать. Это очень хорошо. Единственное, что я с цветами. Здесь, ну, сложновато было понять что-то. Но в целом, опять же, это плюс обычный графитовый, да, наверное, карандаш. Ими, естественно, другое рисование получается. И, ну, как бы с раскрашиванием это не сильно связано. Но все равно рисовать и раскрашивать почти одно и то же. Просто разные арт-материалы иногда. Поэтому полезно знать тоже и такую информацию. Вот. Так. Вот такая следующая книга у нас, да. Это рисовать могут все. Рисование для начинающих. Полный курс. Возможно, есть в интернете такие курсы. Не знаю. Но мне книги как-то больше нравится. Хочется иметь у себя в коллекции тоже книжечки почитать немного. Иногда. Потому что я не любитель читать много, да. И вообще там какие-то художественные литературы не любитель читать. Но вот такое можно было бы... Так, я правильно сказала? Художественные. Ну, неважно, короче, да. То есть романы, рассказы там какие-то я не люблю читать. А вот что-то полезненькое такое можно было бы про самореализацию еще бы почитать. В общем, здесь очень много всего. Просто я... Ну, тут не опишешь одним словом. Здесь есть как сухая, так и масляная пастель. В общем-то, цветные карандаши, акварельные карандаши тоже есть здесь. Именно к деталям тут что-то. Вот. Кстати, на Пабло похожи карандаши. Ну, нет, это что-то другое. Шварцблэк. Тут другой. А, это акварель... Нет, это не акварель, это обычные карандаши, но на что-то они мне напоминают. Так. Ну, в общем, здесь все, в принципе, есть. Давайте еще дальше посмотрим, что тут. Даже, по-моему, с акварелью есть работа. Штриховки всякие. Здесь очень всего получа. Прямо шаг за шагом, грубо говоря. Очень много. Тут вот мазки какие, кистью можно делать. Это достаточно интересно и очень полезно знать многим. Так, что у нас тут было? Тема выбора и композиция. Тоже очень имеет значение. Опять, штрихи и контуры тоже имеют значение. Хотелось бы штриховку какую-то более себе выработать, более хорошую, да. Так, что еще здесь есть? Ну, видите, еще много. Очень толстое. Здесь вот оглавление есть. Ну, содержание. Давайте его, может, приближу, почитайте, если вам будет интересно, что есть в этой книге. Она пипец тяжелая. Ее очень тяжело сейчас держать, когда я приподнимаю, чтобы вы прочитали. Ну, ничего страшного. Можно разочек подержать. В общем, 252 страницы, сами понимаете. Даже словарь какой-то есть. Я что-то там посмотрела, сейчас увидела. Наброски, ненаброски, точка зрения, изменение объекта рисования. Ну, в общем, с помощью сетки, рисования. Боже, что-то есть все просто. А как сделать тень, пятно, тон и штрих? Ну, интересно. Так, что еще здесь было? Так, свет и атмосфера. Вот это тоже нужно было бы подучить. Воздушные перспективы, домки. Так, короче, в общем, очень много всего. И вот здесь опять рисунок цветными карандашами и пастелью. В общем, мне кажется, что это будет очень полезная книжечка. Ну, конечно, для цветных карандашей мало внимания уделено. Я бы хотела, наверное, побольше. Ну, я, возможно, что оставшиеся книги какие-то куплю. Но одной книги, к сожалению, нет в продаже. Давно ее не могу найти. Поэтому та, которая мне именно приглянулась больше всего, к сожалению, вот ее не продают пока что. Но надеюсь, что она в скором времени появится и я смогу себе купить. Так, ну, тут дальше тоже еще. как примеры, наверное, натюрморты, тростниковое перо и его возможности. Вот, тоже интересненько. Короче, много чего. Тоже даже цветы есть, в принципе. Есть много, много, просто очень много. Вот. Так, ну что ж, надеюсь, вам было интересно, не так скучно. Еще раз давайте посмотрим на что получилось здесь. Вот как все высохло. И такие вот остались эффекты на бумаге. Ну, я считаю, все-таки, так, здесь тоже так же ничего не протекло. Все отлично сработало. И опять давайте в шведское тогда издание еще разочек увидим. Посмотрим все-таки разницу. Ну, вот как бы такая сумеречная акварель. Мне кажется, что тут лучше проявила эффекты, но это чисто так кажется, мне кажется. Видите, здесь тут вот нет никаких эффектов не получились они. Может, я не так наносила, не знаю, судить вам как бы, но надеюсь, что я была вам в этом смысле полезна немного. Вот. Ну, а на этом я буду завершать данный ролик. Я думаю, что будет достаточно, в принципе. что ж, все на этом я буду завершать данный ролик. Если вам было интересно, то обязательно ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. и всем пока-пока. До новых встреч.